Тему мы продолжим с гостем нашей студии Анатолием Ижболдиным-Кронбергом, доцентом Барнаульского филиала финансового университета при правительстве России. Здравствуйте. В этом году мы пережили экономический кризис. Кто-то говорит, что он пройден и идет подъем, а кто-то говорит, что пик кризиса еще впереди. Так чего ждать? Ну, смотря что поднимать под кризисом, ученые всего мира, зарубежные, отечественные правительства, то есть официальные власти, под этим обычно понимают определенный набор экономических показателей, индикаторов, каких-то параметров. И, соответственно, к сожалению, не всегда эти показатели отражают реальное положение дел, так как, мягко скажем, можно достаточно в широких пределах манипулировать, то есть искажать, так сказать, в нужном направлении. Кроме того, специфика современной политики, политического ландшафта, действия политиков состоит в том, что они должны наряду с другими выполнять определенную успокаивающую терапевтическую роль, то есть в основном хорошими новостями кормить людей. Опять же, у нас, если говорить нашу отечественную специфику, на носу, как мы знаем, выборы в следующем году, и электората в этой ситуации пугать очень опасно, и, соответственно, для собственного политического будущего имеется в виду. Поэтому, если говорить о моей точке зрения, то кризис, если на него смотреть все-таки как с точки зрения населения, большинства населения, он только начинается, так как в предыдущий период, то есть в нулевые годы, отчасти в десятые годы, население, государство, фирмы накопили определенный жирок, и, соответственно, как-то более или менее держится на плаву. Большинство экспертов сходится на том, что в следующем году деньги закончатся у всех перечисленных субъектов, то есть и у населения, и у фирмы, и у государства, и, соответственно, источники, с другой стороны, их пополнение вряд ли заработают. Ну, нефть и газ, может быть, мы еще обсудим, они, в общем, пока дешевеют. Импортозамещение, это достаточно долгая история, то есть минимум 2-3 года нужно, чтобы она каким-то образом заместила, так сказать. Инвестиции идут в основном в оборонку и в госкорпорации, ну, и в какие-то имиджевые проекты, типа там, чемпионата мира по футболу и так далее. И поэтому не дают, как выражаются экономисты, мультипликативного эффекта, то есть серьезно, как бы, на большинство населения влияние положительного не оказывают. Ну, и опять же, коррупция не ослабевает, тоже обескравливая экономику. Поэтому, скорее всего, кризисные явления, как минимум, продолжатся, а как максимум будут еще усиливаться. Думается, что все-таки, если отвечать прямо на ваш вопрос, пик кризиса, конечно же, еще не пройдет. Каким отраслям пришлось тяжелее всего в этом году? Мы знаем, что в 2015-м закрылось очень много кафе, ресторанов. Чашечку кофе теперь предпочитают брать на вынос, как пишут в нашей прессе, а не сидеть в кафешках, так сказать. И, естественно, у них расслеживается очень серьезный спад. Сейчас предновогодний ажиотаж. В магазинах огромные очереди. На парковках мест совершенно нет. Значит ли это, что покупательская способность населения достаточно на высоком уровне? Ну, наверное, вряд ли. Все-таки народ за последние два года поиздержался. Ну, и по ощущению, я, конечно, не сильно хожу много по магазинам, но все-таки большинство населения, как по-простому выражается, занимаются зырингом. Да, больше смотрят, так сказать, и выбирают, чем покупают. Автомобильный рынок, рынок недвижимости. В этом году нас, можно сказать, спасли казахи. Как вот этот ажиотаж отразился? Ну, если с автомобильным рынком я соглашусь, там действительно доля наших ближайших соседей была достаточно велика. То, что касается рынка недвижимости, наверное, все-таки я сомневаюсь. Это все-таки наша заслуга. Просто этот рынок достаточно инерционен в своем развитии и функционировании. То есть это обычно долгосрочные инвестиции, как со стороны тех, кто строит, так со стороны тех, кто покупает. Кстати, последние в основном покупали в инвестиционных целях. То есть, надеясь на то, что недвижимость это надежно, это можно будет либо сдавать в аренду, либо продать потом подороже. Правда, эти ожидания, к сожалению, не оправдываются. И если говорить о перспективе строительного рынка, опять же, вот наблюдая за мнениями экспертов и чиновников, они говорят, что, скорее всего, следующий год еще по, опять же, инерции, по прошлым вложениям, проектам, которые были заложены 2-3 и больше лет назад, будет относительно спокойно. Спасибо, что нашли время, пришли к нам в гости. Будем рады видеть вас в нашей студии теперь уже в следующем году. Спасибо всех с Рождеством, с Новым годом. С Новым годом. Всего наилучшего. Я напоминаю, что гость нашей студии сегодня Анатолий Ишболдин-Кронберг, доцент Барнаульского филиала финансового университета при правительстве России. Продолжение следует...